Нынешняя экспозиция в галерее сосны навевает умиротворение, покой, предрождественское настроение. Кажется, художник не стремится ярко заявить о себе всему миру, отвоевывая свое место под небом искусства. Но почему же искушенный обитатель комплекса сосны останавливается у этих работ? Дело в том, что их автор – известный художник-реставратор Анатолий Ларионов. Да, в детстве рисовал. И не только. Любил мастерить, мог украсить дом резными наличниками или расписать печь. Потому поступил в художественно-промышленное училище имени Калинина, знаменитую «Альма-Матер» плеяды прекрасных мастеров и форм декоративно-прикладного искусства и реставраторов. Стал мастером-художником по ковроткачеству, освоив немало техник. Многопрофильный специалист, запрограммированный на неограниченность видов декоративно-прикладного творчества, стал преподавать и руководить целым объединением промыслов. Со временем жизни вывело его на более конкретную деятельность – реставрацию изделий из металла, который, как правило, один не встречается. То же ружье возьмешь, там, как говорится, дерево есть. Те же часы берешь, там камень есть, в общем-то, я говорю об этом. То есть знание материалов и как с ним работать – это необходимо. То есть, в общем-то, кругозор, вот это то, что я был прикладник, я все промыслы знал и как бы, ну, и преподавал, изучал, и все, и в училище видел там, как камнерезы работают, как вышивку делают, как ткани делают. То есть, вот это, как миниатюрный живопись, вот эти знания и технологии, они и отложились во мне, и помогают мне в работе, и даже в живописи, и в реставрации. Конечно, в смутные 90-е профессия помогла выжить, прокормить семью, но тоска по живописи, по маслу, пастели таилась в глубине души. Художник признается, что нередко видел сны цветные, где он рисует. В конце концов, Анатолий Иванович решился и взялся. Как полагается, сразу на пленэр, все честно. Пришлось поездить, в основном, в центре внимания средняя полоса России. Но не стоит торопиться с мыслью о давно виденном, в стиле «мало ли художников пишут оное». Если постоять у этих полотен, открытие ошеломляет. Это все о человеке, о тебе. Это твои мысли и чувства, о которых ты стыдишься, а может быть, это просто видишь во сне, но не решаешься признаться. Это о том, как ты идешь по дороге, возможно, после дождя. Это про старый дом, коих в России, видимо, невидимо. Это про ощущение, что не успеваешь насытиться ароматом быстро цветающей сирени. Что слышал эту пролетающую над водой чайку и видел вдали этот храм. Это все о человеке, тоскующем о природе. Он есть в каждой картине, за кадром. Это наш взгляд на родные просторы. Ваша живопись не только любовью пронизана к человеку, она в природе и через природу к человеку, а в крови нашей, что я думаю, важно сейчас, потому что это красота, это такая эстетическая категория этого жанра. Она очень нужна нам сейчас. Объясняется подобный феномен просто. Дело в том, что реставратору приходится иметь дело с предметом, обладающим своей историей. И если он мастер, художник, он трепетно считывает ту жизнь, которую пережил реставрируемый предмет, понимая, в какой обстановке он был, видя и историю владельца. Потому возврат вещи к жизни – это всегда сопереживание чьей-то судьбе, истории, бережное к ним отношение. И это, безусловно, просветительство. Так и в живописи. Автор всегда на стороне зрителя, понимая все безумие современной жизни, уводя смотрящего от стресса, пытаясь дать ему отдохнуть, постоять, подышать природой. Но есть в данной экспозиции одна работа – портрет. Дань памяти отцу фронтовику. Необычная калажная компоновка. Отец обнимает отрока и сына и тут же в углу, как бы в зеркале, автопортрет. Взгляд отсюда. Из современности в прошлое. Нить времени. Откровения, выдающие истинные свойства души автора. Человека скромного, даже тихого, как многие истинные мастера, но своими работами, заставляющего заглянуть зрителя внутрь себя и способного утешить. Нужно только приехать в Сосну. Ольга Линтер, Александр Зайцев. Для телекомпании «Одинфор». Алексея Прива. Ольга Линтер, Александр Макинька. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова